Лидочка! Мечтаешь об кома Божи, который труженик, понимаешь, или принц в шкуре? Для кого переоделась ты, мать честная? Мать честная, честная или не знаю какая. Пружина лопнула. Амба! Поживи кто-то одна. Помечитай. И как она будет? Сообщишь. Телеграммку дашь. Волни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер, друзья. Спасибо, что вы пришли послушать эту мою линию жизни, что ли, да? Я присяду с вашего разрешения, ладно? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам так вкратце расскажу, как я по этой жизни так быстро, как телеграмма из строка. АПЛОДИСМЕНТЫ Родился я за два месяца до войны Великой Отечественной. И 21 июня маму со мной двухмесячным и одной недели еще, не полной, мой отец отправил к себе на родину. А родину отца такое хорошее место в Смоленской области, под Вязьмой. Вот это утром приехали 22 июня 41 года под Вязьмой. Вот маме бы сразу повернуть, бы назад вернуться. Ну, она задержалась там, а через дней десять уже Москва была закрыта. И мама, пробираясь и через партизанские отряды, и через линию фронта переходила вместе со мной. Сзади сухари, я впереди. Вот, их советовали маме бросить меня в сугроб, говорит, не мучайся, себя спаси, еще нарожаешь. Вот, но мамочка, царство и невестное этого не сделала. Она спасла мне эту жизнь, спасала ее в течение двух лет. Когда в 43-м уже пришли к родственникам в Дубну. Вот только там разрешили остановиться и какую-то нашли работу маме. Отец был в это время на фронте, связи, контактов никакого не было. Но я хорошо помню, вообще моя жизнь как-то складывалась таким образом, что я свидетель очень важных событий в этой жизни. Это и День Победы, который я прекрасно помню. Помню, как в 46-м возвращались солдаты демобилизованные. В 47-м мне отменяли карточки, тоже были события. Большое событие, была реформа денежная. В 48-м он пошел в школу. В 49-м вышел на сцену. И первая роль была женская. Школа была мужская, я играл снегурочку. Вот. Чего выбор пал на меня. Вот. Какая-то мама заметила, что я очень какой-то бойкий, подвижный. А что если паричок, а что если ресницы подкрасить, румяна положить. Все, юбочку. Мне так нравилось, что эти мамы, бабушки, там родители на школьную елку приходили. Мне так нравилось, что все говорят, какая очаровательная девочка, какая замечательная девочка. Вот. Мне так нравилось, что я их обманываю. Я взял, что я мальчик-то. Вот. СМЕХ Ну, потом еще события были серьезные. Это, конечно, 53-й год. Это смерть Сталина. Я попадал в эту давку и спался на то, что был легкий весом. Забрался по водосточной трубе на уровне второго этажа и был свидетелем этого. Крик. Вот этот вот крик. Он стоит у меня в ушах. И я с тех пор как-то, так сказать, особенно сторонюсь толпы. Потому что серьезное было испытание. Вот. В 53-м году был чемпионом лагерной спартакиады. Быстрее всех пробежал какую-то дистанцию. В 54-м уже я решил, что буду артистом и больше никем. Это вот в пионерском лагере я играл. Спектакль назывался «Юбилей» по Антону Павловичу Чеху. Вот 54-й год. 50 лет со дня его кончины был год. Чеховский такой. Вот. И я играл старика Хирина. Мне было 13 лет. Мне преподнесли торт, на котором было кремом написано. Лучшему артисту лагеря. Ну куда же. Тут уже судьба просто определилась. Я пошел в драм-кружок. Занимался в студии «Художественное слово» и в драматической студии, которой руководила Евгения Васильевна Галкина. Я бесконечно благодарен этой женщине. Она жива. Евгения Васильевна, я вам передаю самый сердечный, самый, самый, самый душевный привет. Спасибо вам большое, что вы меня приняли в этот драм-кружок, в который впоследствии занимался Наташа Гундарева и Леонид Нечаев, который снял «Буратину» и «Прокрасную шапочку». В 1958-м меня попросили из школы за неуспеваемость. Как-то вот не давались мне особенно точные науки. Я ушел в школу рабочей молодежи. А нужно было работать, чтобы поступить в эту школу. Я поступил работать кондуктором. Я в кондукторы пошел, пусть меня научат. Может быть, Владимир Владимирович сыграл свою роль в этом. В 1959-м поступал в театральные вузы. Тогда очень сильный поток был ребят, которые поступали. Это и Олег Даль, и Виталий Соломин, и Виктор Павлов, Михаил Кононов, Ярослав Барышев. Как сейчас, вот я их все помню, мы уже там перезнакомились. Все, ходя из вуза в вуз, особенно с Витей Павловым, его приняли в Щепкинское училище. Мне все четыре театральных вуза отказали. И оставался один последний вуз, где учили на актеров. Это Всесоюзный государственный институт кинематографии. И когда я на втором туре узнал, что набирает Сергей Павлович Герасимов и Тамара Федоровна Макарова, и когда особенно поступил к ним в мастерскую, я был так благодарен всем четырем театральным вузам за то, что они меня не приняли. Иначе бы я не поступил к этим удивительным, замечательным, Светлая им память. Удивительные были педагоги у меня. Я им бесконечно благодарен. А это ВГИК. А во ВГИКе как-то быстро познакомились там и с Шукшиным, когда он еще ничего не снял. И просто Вася ходил по коридорам в Галифее в сапогах. Я покупал джинсы у Тарковского. Это такое время было. Еще Тарковский не был гениальным режиссером. Он еще ничего не снимал. Я так засомневался, что, по-моему, это какая-то перепечатка польская. И отказался их покупать. Вот это я помню этот эпизод. Потом первые съемки. 1961 год. Город Севастополь. Снималось три картины одновременно, параллельно. Люди и звери. Человек-амфибия. «Увольнение на берег». Там познакомился с Володей Высоцким, который играл небольшую роль в картине «Увольнение на берег». В 1962 году я уже в главной роли снимался и познакомился с удивительным совершенно человеком. С Булатом Шалычем Акуджавой. Он приехал на нашу картину писать песни. 1963 год. Я уже поснимался у Бондарчука. Ну, потом закончил в ГИК. Первая серьезная роль, после которой я почувствовал себя, что я как актер что-то могу. Она была уже 40 лет тому назад. Это фильм «Журналист». Съемки зарубежные. Встреча. И такая дружба серьезная была в ту пору. С Никитой Михалковым. Он поселился ко мне на два дня пожить. Задержался на 8 месяцев в коммунальной-то квартире. Я так сейчас думаю, что он просто рожден для коммунальной квартиры, Никита Сергеевич. Он так быстро всех обаял. Он так быстро все его полюбили. Он всех с ним так хорошо общался. Мне этого не удавалось. Рахиля Ронна ему капустку несла. Боря там ему нес какую-то рыбку. СМЕХ Ко мне относились хуже. Вот. Потом режиссерский факультет. Да. Потом, извините, там рождение сына. И женитьба. И любовь. И серьезная. И большая. Вот. Любовь. Это все в 70-е годы. Вот. Потом наступило время. Оно довольно памятное. Здесь есть люди молодые. Они тоже, наверное, помнят 90-е годы. Когда не знал, куда деваться. Что, так сказать, как быть. Крушение кинематографа. И его возрождение. Вот. Ну и встреча нового тысячелетия. На сегодняшний день сыграно 171 роль. Снято 15 фильмов. Первый раз в отпуску был. Проработав 25 лет. И не заметил, как они пролетели. Вот. Но вчера снова вернулся из отпуска. Наверное, это заметно. Ну вот такая вот. У меня. Моя линия жизни. Вот. За что я ей, в общем, благодарен. Могу сказать, что когда я ей очень сопротивлялся судьбе. Хотел кардинально что-то, так сказать, что-то менять. Был за это наказан. Всегда. Или обойден. Вот. Вот. А когда, так сказать, жил, как вела меня судьба по этой жизни, она ко мне благоволила. Мне грех на нее роптать. Я мечтал о меньшем. В детстве. Спасибо, спасибо. Может быть, поговорим. Да. Уважаемый Сергей Петрович, вы немножечко коснулись вопроса о том, как вы поступали во ВГИК и как вы учились и как закончили. Но можно поподробнее, поскольку вы являетесь парнем из рабочей семьи, а закончили два факультета ВГИКа? Ну, мы учились у Сергея Павловича Герасима вместе с режиссерами. И режиссерам в обязательном порядке вменялось, так сказать, играть на сцене, как быть актерами, чтобы почувствовать этот актерский хлебушек, каков он есть на самом деле, побыть в актерской шкуре. И актерам не возбранялось браться за организацию творческого процесса, то есть почувствовать себя режиссером. Побыть режиссером. Хочешь, пожалуйста, пожалуйста. Только работой, всякая работа приветствовалась. Не приветствовалась безделье. Вот это не приветствовалось. И Сергей Павлович, вы знаете, был уникальный педагог, который, по-моему, никого не отчислил и никогда не угрожал, так сказать, выгнаться из института. Он работал только с тем, кто работал. А кто не занимался, он... Сколько можешь взять, Сергей Павлович, работай, возьмешь. Максимально. А это был бездонный совершенно. Энциклопедических познаний эрудит. Как-то на съемках журналист там нужно было... Я вот помню, вот эпизод вошел, кстати, в картину. Сергей Павлович Герасимов говорит, тут какое-то слово нужно, которое он не знает. И полезно, наверное, в словарь поискать. Давай найдем какое-нибудь такое заковыристое слово, которое он там, так сказать, не знает. Этот вот, который играет персонаж, ответственный секретарь районной газетки маленькой. Это была удивительная проверка. И она что ни называла из энциклопедии самые какие-то крутые, непонятные слова, он их расшифровывал просто. И вдруг так долго это продолжалось, я поражался его знанием. И вдруг я наткнулся на слово метастронгелезы. Я запомнил его на всю жизнь. Естественно, это какой-то... Говорит, что-то, говорит, это мне незнакомо. Что же это может быть такое интересное? Говорит, это кишечное заболевание у свиней. А вот я запомнил эти метастронгелезы. И я понял, что Сергей Павлович знает практически все. В том-то все дело, что пробовал. Ничего не получается. Слова как тмекина. Плоские, невесомые. Не дано. Не дано, друг. Метастронгелезы. В общем, тебе решать, как действовать. Сегодня суббота. Все начальство поедет на рыбалку, традиция. Да, вообще союзный масштаб. Вот, вот. А Никин тоже, по-моему, про это пишет, да? Не прошла, как говорится, мимо факта. Не прошла. А, читал, читал. Попоргиев на острове. Какие-то артистки из местной самодеятельности пляшут. Углажая. Углажая, услаждая. Услаждая. Обожаю этот лексикончик. Кстати, курс был на редкость, на редкость уже знаменит, будучи студентами. Наши девочки были звездами. Это, я учился вместе, Жанна Прохоренко, Жанна Болотова, Лариса Лужина, Галя Польских, Федосеева Шукшина. Боже мой. Самая талантливая девочка, она уже ушла из жизни. Она злоупотребляла алкоголем, закончила психушки. Это Таня Гаврилова. Это самая талантливая была девочка. Ее очень любил Эльдар Александрович Рязанов. Неоднократно снимал в фильме «Берегись автомобиля». Вы ее можете увидеть, фильм повторяется много раз. Она играет жену Миронова. А среди ребят это был и Николай Губенко, это и Евгений Жариков, Валерий Малышев, Карен Хачатурян, ну и другие. И мы вместе с Николаем Губенко поставили немного Бориса Гудунова, где он играл Бориса Гудунова, а я играл Лже Дмитрия. Он же когда пришел на производство, пришел в театр киноактера и увидел, что там актеры бездельничают и довольны этим состоянием. Говорит, да что-то, тут и работать не надо. Два раза получаю аванс-получка, 5-го, 20-го. Говорит, да как же так, это же тут и буфет работает, и там белый кофе продают, водочку наливали в кофейные чашечки беленькие-маленькие. Говорит, это дорога под откос. Вот это меня сразу не устроило. Когда снимался вот у Шукшина в «Странных людях», он-то мне и посоветовал. Говорит, ты не хочешь себя попробовать в режиссуре? Вот. Ну и тут я как раз и попробовал себя в режиссуре. Предложил Сергею Полинариевичу Герасиму, он меня с радостью взял к себе на кофе. Вот отсюда и пошло мое режиссерское. АПЛОДИСМЕНТЫ Образование и работа. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, а вот какую из своих режиссерских работ вы выше всего цените и почему? Есть у вас такие вот, которые выше всего? Ну, есть. Вы знаете, режиссерские работы так же, как и роли, это все равно, как твои дети. То, что ты сделал, это... Ты туда вложил часть души, часть сердца. А другое дело, что я могу понять, что из пятнадцати-то, если я наберу три-четыре, то это много. Или вот недавняя моя картина, которая года два назад закончила на ней работать, это «А поутру они проснулись». Или «Цыганское счастье». Вот. Или «Ёлки-палки», «Трын-трава». Степочка, прости меня. Ну, ты же добрый. Простить Лидия Васильевна не могу. Пригорел? Ну, я ж пугала тебя. Выходит, допугалась. Поздно. Люблю другого человека. Кого? А это секрет. Причем секрет морской. И разглашению не подлежит. С той, кто идёт. Кто такая? Лидия Калашникова. Пароль понимаешь? Какой? Такой. Откуда и куда идёшь? Оттуда и сюда. Пусти. Пысти. Паусь. Паусь. Ах ты! Вон, значит, я имел тебя. Ах ты! Вон. Пусть. Я не лошадь. ifen. Вы часто снимались в ролях деревенских жителей и сами, как режиссер, снимали «Деревенскую жизнь». Откуда знание фактура деревенского? Вы же городской человек. Да, вот как-то так родился на Арбате, в переулке Сивцевражек. Знаете, как-то вот 64 года и прописки не менял. Вот, все в том же доме, все тот же двор. Из всех старожилов больше не осталось никого. Последний Юрка в прошлом году уехал, которого я с детства помнил. Во дворе. А двор был большой, шумный. Но каждое лето, я не только ездил в пионерские лагеря, отец еще когда-то, ну, на месяц в лагерь, а два месяца каникул. В ту же самую деревню. Смоленская область, Днепровский район, деревня Слепцова. Там были родственники по отцу. Деревня Митюшина, родственники по матери. Деревня Корнеева с обеих сторон родственников. У Следнего, Оленина, Хунюйки. Такие замечательные деревни. Ну и тут же, конечно, какая-то. На голове тюбетейка, трусы, вся одежда, и ты свободен на просторе. И сливался быстро с деревенскими ребятишками. И вместе с ними в ночное. И на лошадях без седла. Рыбалка ночная. И всякие истории страшные. У костра и печеная картошка. Ну, а потом вместе, так сказать, со взрослыми работали. И многому-многому я благодарен, что я жил в деревне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста. Сергей Петрович, а вы помните свой первый съемочный день? Вот расскажите, пожалуйста, про него. Как же его можно забыть, когда... Это было в фильме у Сергея Петровича Герасимова. Я помню город Севастополь. Я помню эту графскую пристань. Я играл небольшую роль. Там простая была сцена. Но я так хотел. А до этого-то я только что на втором курсе. Это была актерская курсовая работа. Я играл старика Балконского по войне и миру. И Герасимов так был доволен этой работой, что просто иногда приглашал иностранцев даже. Какие-то режиссеры приходили к нам, типа Глория Свенсен или Назим Хикмет, драматург, приходил к нам. Он сказал, что мы сегодня покажем. Когда только приводили гостей, я уже шел переодеваться. Я знал, что Тамара Федоровна тут же... Может, войну и мир? Как будто так сказать, невзначай. А я уже был готов что показать. Ему очень нравилась эта работа. А тут совершенно небольшая роль. Парнишки моего же возраста. Какое уж там переуплощение особенное. Нужно было играть, конечно, себя в предлагаемых обстоятельствах. И я перетрудил. Я эту роль замучил. Вот это вот то, что делают молодые актеры, совершают очень серьезную ошибку. Рассчитывают все. Там не алгебра и гармония, потому что я не знаю, на каком слове вздохнуть, на каком выдохнуть. Боже ты мой, что я только не сделал. И когда вышел на площадку вместе с Жанной Болтовой, она так легко и свободно играет, а я рядом с ней. А какой он? Как он выглядит? Что-то туда-там встал. И Сергей говорит, вот Сергеус, он так в шутку стал, говорит, я тебя не узнаю, что происходит. Говорит, да брось, оставьте какие-то жуткие, какие-то театральные, бог петь про провинциального театра интонации. Как ты разговариваешь? Вот. А я ничего не мог понять. Все вокруг меня, я думал, я думал, что у меня сразу поймут, какой я гениальный, какой я неотразимый. Ха-ха-ха. Вот. И ничего не получилось. И Сергей Павлович Герасимов вынужден был отменить смену. Вы представляете, какая трагедия внутри у меня была? Что все свидетели, ведь это же сотрудники студии Горького, осветители, оператора, Рапопорт Владимир Абрамович, ассистенты-операторы. Я их всех помню в лицо, их взгляда на себе. Ты, бездарь, куда ты прорвался? Тебе Сергей Павлович доверил хорошую, небольшую, но очень хорошую роль. Я с горя пошел в магазин, как сейчас помню, купил бутылку Гаванна Ром, зашел к себе в номер, открыл, какое-то там яблоко было, что ли, закусить, налил полстакана, выпил, ломтик яблок, съел, лег, думал, откажусь, пускай возьму другого артиста, пусть другу играет, я полный ноль, или даже минус, а не ноль. Вот тут стук в дверь. Я, значит, открываю дверь Сергея Павловича Герасимова. Ну, что делаешь? Ой, никак пьешь. Говорит, а что ты пьешь? Взял бутылку, посмотрел. Говорит, ну и что, вкусная эта штука? Говорит, ну, гости учитель-то, я бы какой-то второй стакан нашел, там, сказать, сполоснул. Говорит, феноменальная гадость. Да, ну, говорит, знаешь, ты больше не пей, пожалуй, ты поди, скупайся, подыши, проведайся, приходи вечером на репетицию, порепетируй. Ну, пришел вечером на репетицию, я пришел отказываться от ролика. Говорит, Сергей Павлович, возьми другого артиста, райток, не мучайте меня, не подвергайте меня этому, этому позору, этой срамате. И так, вскользь, нехотя взял и прочитал эти репетиции. Не прочитал, так сказать, я их знал наизусть, о чем говорить, там, сказать. Говорит, ну, вот больше же ничего и не нужно. Как? Как ничего? Вот так вот легко, вот так вот свободно, вот так легко, свободно играть. Почему же он сам-то к отцу не пришел? Странный человек. Как же он мог прийти, если вы 15 лет ему на письма не опечали? Ну, мы ни одного письма не получали. Ну, ты мне веришь? Ну, я тебе верю. Но сегодня-то вы получили? Сегодня получили. Почему же твой отец не пришел? Графская пристань. Да, я вижу. Как же быть? Ну, хочешь, я сам к нему сейчас пойду. Хочешь? Ну, я-то ничего не хочу. Ну, неужели ты сам не понимаешь, что твой отец должен пойти? Где он сейчас? Ждал на почтанце. Сейчас, наверное, уже домой пошел с мамой. Хочешь. Ну, неужели ты сам не понимаешь, что все это, в принципе, нехорошо, нечестно, стыдно. Нельзя так поступать с человеком. Я-то понимаю. Ну, что мы тут стоим? Пошли куда-нибудь? Пошли. Это уж потом я понял, что нужно оставлять воздух для игры, где, так сказать, пройдет импровизация, где начнется жизнь. Только тогда это может зажить и увлечь и партнера, и ты будешь получать удовольствие, а весь с тобой и зритель тоже. Вот такой был первый съемочный день. Да. Сергей Петрович, а как было дружить с Шукшиным? Легко? Трудно? Знаете, я бы не рискнул себя назвать другом Шукшина. Я могу, он старше был лет на 12, но я всегда испытывал какое-то пристальное внимание. Такое, когда мы встречались, какое-то душевное расположение к себе. Это я чувствовал. Уже обучаясь на режиссерском факультете, я старался беречь его время и не обращался. Хотя, в общем, имел на это право. Ну, потому как, когда ему бывало трудно, я его даже и домой к себе звал, ночевать негде, то на вокзале, то... У меня хоть коммунальная квартира, но там какая-то кладовка была, там можно было какую-то раскладушку поставить. Ну, поселить было, конечно, невозможно. А так, на ночь пришел, ушел, это вроде, так сказать, порядки вещей. Неоднократно это было. Или вот как Шукшин меня познакомил с Рубцовым. Это было удивительное время. 1963 год. Я снимался у Бондарчука, приехал, заработал немножко денег. Вася, ты чего пасмурно? Я говорю, да пожрать бы надо. У него деньги есть, пошли поедим. Мы всегда делились. Или у него как-то оказывались какие-то средства, он что-то предлагал. Он вообще дружил с нашим курсом. У тебя и жену на нашем курсе нашел, как вы понимаете, да, Лида Федосеева, Шукшина. Вот, или с Колей Губенко. Ну, когда он со всем курсом дружил. У меня были деньги, я повел его в турист. Там мы хорошо поужинали. Вот, а он говорит, знаешь, там Коля Рубцов хороший поэт. Хочешь, познакомлю, там, поедем к ним, к ребятам, там, вот, в общагу. Ну, взяли еще пару бутылок. Вот, в туристе. Поехали туда. Ну, познакомился, отсел от Лысеющей и Коли. Ну, других я, так сказать, не помню. Помню, запомнил одно еще такое румяно-щеки. И румянец такой немножко на бурято смахивал. Такой черный, смолистый, кучерявый. Парнишка. Не скажу, что, так сказать, мужчина. Парнишка. Вот он так и выглядел. Моего возраста, по-моему, даже. А может, даже моложе меня выглядел. Такой вот румянец еще запомнился. Вот, и мы эти, как-то, так сказать, Коли почитал стихи, которые мне, как сейчас помню, не очень, так сказать, понравились. Вот. Или я не проникся, или это были еще не те стихи, чем нам дорог сегодня. Замечательный русский поэт Николай Рубцов. Вот. Но, тем не менее, две бутылки быстро закончились. Под частика картошку. Холодную, отварную. И так вопрос, говорит, хотелось бы еще бы добавить. Ну, вот, вроде ни у кого нет денег. А у меня есть. Я еще десятку достаю. Только, говорю, ребят, не знаю, куда идти. И вот этот самый парень-то с румянцем-то на счете говорит, а я знаю, берет ее. Раз, два, и глядишь, что через пять или десять минут уже и две бутылки стояли на столе. Ну, проходит 20 лет, уже не было ни Шукшина в живых. Встречается мне один из литераторов. Он говорит, помнишь, как приходил с Шукшиным-то к нам в общагу? Ну, помню. А помнишь, кого ты завод какой-то посылал? Не помню, говорит. Ну, парень-то, говорит, кучаря, черный, не помнишь. Сашку Вампилова. Вот это, понимаете ли... Да, потом как-то так, кстати, не по себе. Потом, когда ты понимаешь, что... Какой драматург, какой поэт. Вы знаете, к моему стыду великому я и писателя почувствовал, Василия Макаровича, наверное, самый последний. Ну, как так, Вася писатель. Писатели, они где-то там, вот где-то далеко. Мы их не видим, мы их не знаем. Вот. А тут Вася, я читаю уже в Новом мире. Каждый квартал по три, по четыре рассказа выходит в шестьдесят... Там, сказать, пятом, шестом, седьмом годах. И в шестьдесят седьмом году, по-моему, я прочитал рассказ «Материнское сердце». У меня так волосы зашевелились от этого рассказа. Я, встретив на студии Вася, говорю, Вася, я так искренне, я так, наверное, получил, говорю, а ты же писатель. Как он захохотал, если бы вы знали. Он понял все, что я его не признавал. Ну, так, знакомый, ну, пишет, ну, что? Ну, нормально, пишет и пишет. Он, наверное, мою наивность-то извинил внутри себя, потому что он был бесконечно добрый человек. А работал с ним довольно легко. Шукшин был уникальный режиссер. У него были свои, редкие, только его шукшинские режиссерские отмычки. Как он утвердил меня на роль? Ну, Серега, Серега, говорит, пойди, прочитай сценарий. Прочитал, нравится, нравится. Васька Чудик, странные люди, замечательный образ, персонаж его. Один из, может быть, главных чудаков шукшинских тех рассказов. Он говорит, ну, поди в костюмерную, не поленись там, прикинь костюм. Я пошел, конечно, не поленился, пошел в костюмерную, только как-то увидел, что я ни костюмер, ни художник по костюму, мне не помогает. Говорит, ну, вот, что хотите, то и надевайте на себя. Вот. Ну, я посмотрел, вот эти брюки, думаю, вот этот вот пиджак, вот этот плащ, вот эта шляпа. Говорит, хорошо бы еще бы ему фотоаппарат бы через поезд. Говорит, где-то фотоаппарат нашли через поезд. Я так, ботинки отдельные нашел. Ну, и пришел и показал. Говорит, ну, говорит, Вася, вот так. Говорит, а проба когда? Какие пробы? Вот, и, говорит, абсолютно четко понял про этот образ. Оделся, говорит, точно так. Вот этот костюм. Он предупредил художника по костюмам, чтобы не подсказывали мне, чтобы я сам взял и оделся, насколько я понимаю этот персонаж. Братка. Ну, феноменально. Чего ж телеграмм-то нету? Ах ты. Говорит, и мой. Ну, ладно, ну, ладно. Ну, ладно, ну, ладно. Целый век тебя не видел. Ну, не плачь. Ну, чего ж ты плачешь? Ну, чего плачешь? Ну, телеграмм надо было дать. Эх ты. А зряешь, у нас и дедушка помер. Какой дедушка? На наш дедушка. Так их два положено. Так, дед Кузьма. Мамин отец-то. А, все-таки помер. Помер. Зимой поехал здраво, имей помер. Лошадь мертвую привезла. А что же телеграмму-то забыл? Кто, дедушка, что ли? Да нет, ты. Телеграмму надо было дать. А зачем? Я же адрес знаю. Ну, да. Ну, ладно, давай. Ну, кто там еще помер? Ну, вообще, новости какие? Ну, какие новости? Новости у нас, знаешь, какие могут быть. Удивительный мастер-мастер. Я тоже не попросил. Это аплодисменты Василия Макарыча. Сергей Петрович, вот бытует мнение, что положительные роли сложнее играть. Ну, может быть, не сложнее, но скучнее. Они менее интересные. А у вас положительные герои, мало того, живые. Они очень настоящие. Вот как вам удается краски искать для того, чтобы мы, зрители, поверили, что положительный герой? Это очень интересно. Ну, для справки ради скажу, что и 171 роль у меня все-таки там по пальцам одной руки могут, наверное, считать. Вроде как отрицательные, будем так называть. Знаете, тут вот и помогает система Константина Сергеевича Станиславского. Когда играешь доброго, ищи, где он недобрый. Когда играешь злого, ищи, где он хороший. Выстраиваешь линию поступков, линию взаимоотношений. Вот. Своего героя. Да, пожалуйста. Вот здесь вот просил. Можно сейчас молодого человека? Вы просили, да? Он давно-давно просил. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы сыграть отъявленного негодяя, но так, чтобы к нему совсем не испытывали симпатии? Совсем не испытывали симпатии. Чтобы его... Никого же не сыграть. Гитлера, что ли? Хотя Геббельса я играл. В дипломном спектакле. Это был спектакль «Карьера Артура Уи», где вот тогда Коля Губенко, сейчас Николай Губенко. Конечно, он гениально совершенно. Не боюсь этого слова. Это я редко этим словом апеллирую. Он грандиозно совершенно играл Гитлера, ну, Геволу. По Брехту, «Карьера Артура Уи». А там есть... Он играл Артуру Уи, извините. Геволу я играл. А это Геббельс как раз. Геббельса я играл. Вот. Но это такой своеобразный протест фашизму. Вот. И все, что если нужно, повторить, я готов. Ну, собраться. Сергей Петрович, к вопросу о героях. Скажите, пожалуйста, ваш инспектор ГАИ, все-таки это сказочный герой, или вам приходилось встречать таких людей в жизни, в реальности? Я встречал таких людей в жизни. Я встречал вообще мужчин, которые однолюбов. Которые очень преданно и верно любили своих жен. Которые... Я встречал в жизни людей непродажных, в высшей степени бескомпромиссных, иногда во вред своему здоровью. Больше ортодоксальных каких-то таких уж совершенно. И такие люди у меня встречались. И... Смей вас уверить, я встречал таких людей и среди работников милиции. Что-то известное. Пословица русская, в каждом чине есть, сукин сын. Вот. Если можно, что только в милиции плохие люди. Это неправда, не верьте этому. Старший инспектор дорожно-патрульной службы, старший лейтенант Зыкин. Очень приятно. Попрошу ваши документы. Пожалуйста. Физкуль, привет, Петр. Здравствуйте, Кириллович. Какой талон у вас в упаковочке? Это Трунов Валентин Павлович. Наш новый директор автосервиса. Очень приятно. Вы, товарищ Трунов, во-первых, не пристегнуты. О, совсем забыл. А во-вторых, вы ехали со скоростью 65 километров в час. Тогда как на этом участке дороги скорость установлена 50 километров. Да что вы говорите? Вы передрочий знак видели? Нет, вы знаете, к сожалению, не заметил. Извините, пожалуйста. Надо быть внимательнее. Хорошо буду. Вынужден сделать вам просечку. Петр, Петр, погоди. Тихо, 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 тихо. Василий Кириллович, не мешайте, пожалуйста, инспектору заниматься своими служебными обязанностями. Не прокалывается. Не прокалывается? Да и он... Он не прокалывается. Не знаю, может быть, я могу вам чем-то помочь? А, сейчас. А, ну, пожалуйста. Чего это он там был? А вы говорили, не проколит. Вы вот что, товарищ Трунов, вы талончик выньте из упаковочки. Непорядок это. И будьте в дальнейшем внимательны. Он всем подряд колет. И откуда он такой? Ну, вот однажды я встретил милиционера, который молоденький. Такие прыщики у него, как у Нежинского огурчика. Такой сержантик. И у него ни рации, я заметил, нету. Ни мотоцикла, ни машины. И он как вот разжалованный мой герой там на бочине у этой будки. То ли это для собаки эта будка, то ли это для него. О, несчастный. Он там стоял. Ну, говорит, вы там превысили скорость, по-моему. Говорит, так нельзя, попрошу ваши документы. Доложился все. Да. Говорит, вынужден вам сделать прокол в контрольном талоне. Предупреждение. Тогда были контрольные талоны, предупреждение. Говорит, ты что же будешь коллегу обижать? Говорит, ты что не видел фильм «Инспектор ГАИ»? Как не видел? В прошлом году, когда заканчивал училище, говорит, нам начальник училища показал фильм с вашим участием. И велел брать с вас пример. Что я и буду делать. И такой неж, с таким нежным разговором. И так ласково. И так любви. Ну, вы знаете, вот этот щелчок, вот этот вот. Мне было дороже, дороже многих, многих аплодисментов и оваций. Поверьте, значит, наше слово доходит. Ну, вот, может быть, тут с месту ответь, потому что в «Инспектор ГАИ» там снимался и Никита Сергеевич. Витя, а почему Михалков жил у вас? А? У него не было жилья? Да ведь он попросился всего на две ночи. Так-так, как-то получилось у него. Вот, он пришел, поселил раскладушку. Говорит, две ночи переночевал, а потом. Говорит, ты знаешь, можно я у тебя поживу? Ну, поживи. Ну, так как он принес свой матрас, свое, по тем временам мною невиданное постельное белье и очень качественное верблюжье одеяльце, вот, то я понял, что он, наверное, поживет у меня больше недельки или месяца. Вот. Поселился он в феврале, а ушел в октябре. Вот. Но я не жалею об этом. Я, наоборот, даже очень рад был. Общение с ним – это большое счастье. Могу вам засвидетельствовать, что бы ни говорили про Никиту Сергеевича, какие бы сплетни, и что бы ни судачили, я видел фантастическую потребность трудиться ежедневно. С утра и до позднего вечера. Что бы вечером ни было, какие бы застолья ни происходили, как бы там ты себя с утра не чувствовал, надо привести себя в чувство, поставить себя на ноги, и работать. Вот этому я у него почерпнул и поучился. Спасибо, Никита. Да, пожалуйста. Сергей Петрович, вот фильм «Пой песню поэт», и вы там, ну, замечательно сыграли Сергея Есенина, просто великолепно. В пятнадцать лет взлюбил я до печенок и сладко думал, лишь уединюсь, что я на этой, лучшей из девчонок, достигнув возраста, женюсь. Не было мысли о продолжении. И попутно второй, конечно, вопрос. Как вы относитесь к этому сериалу, который про Есенина недавно произошел? Ну, вот вам продолжение. Вот тут кто-то, да, кивает отрицательно головами, да. Знаете, странная метаморфоза произошла, потому что я видел Сережу Безрукову, Сергея Безрукова в театре, где мне показалось, что он очень хорошо играет, замечательно играл Есенин. Я его не узнал в этом сериале. Здесь, в сериале, он больше всего мне напомнил пародию Маяковского, который как-то писал о лирике, говорит, на затылок нежным жестом он кудрей закинул, шелк, стал барашком златошерстным, и заблеял, и пошел. Вот это влияние барашка меня больше всего и не устроило. И, может быть, здесь акцент был сделан, чтобы был, так сказать, в жизни хулиган какой-то. Много пил и много любил. Пил, да, наверное, выпивал. Или, как Крупцов говорил, грусть, конечно, была про Есенина. Но была ли кабацкая грусть? Грусть, конечно, была, но не эта, не кабацкая. Вот. Потому что это уникальное явление русской культуры, русской литературы, мировой литературы. Потому что Есенин переведен на очень многие-многие языки мира. Когда я играл, я по школе Сергея Петровича Герасимова общался с людьми, тогда были живы еще и Августа Леонидовна Миклашевская, самые замечательные встречи у меня были с ней, Виктор Борисович Шкловский, Илья Ильич Шнейдер, Мама Никиты Михалкова кое-что порассказала о Сергее Есенине. Никто не говорил особенно, что это был, так сказать, в основном алкоголик там. Вот. Я вот не подозревал, что у меня появится хобби такое, когда сыграл Есенина. Уже в шестом году будет 10 лет моему Есенинскому центру, который я нашел, квартиру самую нашел, где жила первая жена Есенина. Она была отремонтирована, и там разместилась экспозиция. Сегодня она насчитывает более двух тысяч единиц хранения. Правда, вот в газете «Собеседник», безруков старший, так недоброжелательно вдруг отозвался об этой моей экспозиции. Говорит, собирает какие-то там рюмки, ложки, поварешки, по-моему, так. И говорит, да. И говорит, что из этого пил Есенин. Во-первых, каждая вещь проверена, документально. И в этой же статье безруков старший говорит, что теперь возьмемся за Пушкина. Напомню, помните, Евсегнеев и говорит, берегись автомобиль, не пора ли, друзья, нам взяться за нашего Шекспира. За нашего Вильяма Шекспира. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё Жан Габен говорил, что, говорит, хороший фильм – это прежде всего хороший сценарий, во-первых, во-вторых, хороший сценарий, и в-третьих, это хороший, отличный сценарий. И добавим, что хороший режиссёр. И тогда всё будет. Вот эта ответственность художника за тот материал, за тот образ, любимый поколениями, прошлыми, настоящими и будущими, что относится и к Александру Сергеевичу, и к Сергею Александровичу, вот эта ответственность должна присутствовать прежде всего у создателей фильма. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Петрович, с кем в настоящий момент вы продолжаете дружить из своих однокурсников? Вы знаете, производство кино – такая вещь, ты в одной картине, а друзья в другой картине. И не получается дружить. Не получается. Я дружу уже долгие-долгие годы. Мы познакомились в Авгейке. Это моя жена, Екатерина Воронина. Наша дружба давно-давно-давно переросла в любовь. У нас уже и сын большой. Вот так. Я тебя очень люблю, Катенька. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Петрович, есть ли в вашей жизни что-то, что вы не успели сделать, но очень хочется? Не слабый вопрос-то. Вот очень хотелось две недели тому назад отдохнуть. А вот отдохнул уже, как-то отдыхать уже больше не хочется. Вот. Хочется что-то сделать. И сделать, если серьезно, говорю, что-то сделать серьезное, то вот работая, создавая Есенинский центр, собирая материалы, собирая каждую вещь, которую я несу, где-то раздобыв, это такой праздник на душе, что она опять попалась, она займет свое место в Есенинском центре, который, конечно же, перейдет в подарок в Москве, который мы вот вместе с Катенькой и собираем, и вместе с поэтом Паркаевым, чтобы я не забыл. Юра, я тебя не забыл. Ну, вот так вот, между серьезными делами, и вроде думал, это хобби, и приезжая часто в село Константиново, я увидел там, что церковь до 2000 года была без колокольни. И я спросил, осталось что-нибудь, чертежи, этой колокольни. Я говорю, разве, я говорю, это хорошо, что эта церковь стоит без колокольни, на которую дед Есенина посылал его мальчишке в пургу, в метель, так всегда это было заведено на Руси, мальчишек посылали на колокольню звонить благовец, чтобы спасались души, кто заблудился, запутался, метель, заститочи, помните, по стихам-то, да, говорит, сбились с дороги, они шли на этот колокольный звон и спасались. Короче говоря, в 2001 году эта колокольня вознеслась. Она стоит, зашли правила. Но вы меня спросили, что бы я хотел еще сделать. Вот, есть у меня художник, друг художника, Виктор Шилов, у которого я однажды в разговоре, он сказал, вот, каждый художник должен расписать храм. Вот, говорит, ой, я тебе храм найду. Ты знаешь, а храм этот, это как раз Церковь Святогорского монастыря, которую восстановили после войны, но внутри у него стены белые. Уже практически все готово для того, чтобы привести это в надлежащий вид, в надлежащий порядок. Только еще раз говорю, к этому надо очень серьезно, очень хорошо подготовиться и сделать вот это бы, да, вот этим бы я хотел заняться. Помимо, конечно, своей основной работы, актерской, режиссерки. очень хотел бы снять еще картину для детей. А по линии, по линии жизни, я бы в заключение хотел бы вам сказать, по линии жизни я хотел бы придерживаться идеи, так сказать, мыслей главного учителя многих-многих поколений русских людей Александра Сергеевича Пушкина. не случайно Фейнова Георгина Раневская сказал, кто ваш учитель? Она сказала, Пушкин мой учитель. Я недолго, но Пушкин, конечно же, вот у кого есть поучиться. Я вам хотел бы почитать стихи, которым хотел бы следовать в своей линии жизни. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать, и мало горе мне, свободно ли печать морочит Олухов или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова другие. Лучшие мне дороги права, другая, лучшая потребна мне свобода зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними никому отчета не давать. себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливрея не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи по прихоти своей скитаться здесь и там, явясь божественным природой, красотам и предсозданиями искусств и вдохновения трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.